В городе Алёкминске появились новые пассажирские автобусы. Коренных изменений в графике маршрутах и ритме работы производить не собираются. Сохранятся и привычные льготы для определенной категории населения. К концу октября Алёкминский пассажирский автопарк пополнится тремя единицами. Последним петлоходом пришли два навёхоньких автобуса и «Газель». На берегу выгрузку с нетерпением ожидали. Надо отметить, что существующий пассажирский транспорт значительно изношен и пополнение, особенно в преддверии зимних холодов, как нельзя кстати. Немного предыстории. Мои пассажирские перевозки были переданы в город, который определил поставщиком услуг одни и служб. В этом году, в мае, нам передано, согласно наших полномочий, имущество по АТП. Это пассажирские перевозки, автобусный парк. Парк автобусный у нас на данный момент очень изношен. Ремонт и запчасти обходятся значительно дороже. К такому выводу пришли по истечении уже четырёх месяцев. «В связи с тем, что парк, автопарк уже практически износ большой, конкретно за вот это время с четыре месяца, очень большие вложения денежные на приобретение запчастей. И всё-таки подумав и решив, естественно, и с главой, с администрацией, решили приобрести лизинг три единицы автобуса». На этот день в городе Олёхминске 14 единиц старых автобусов. Это при потребности в 23. И если пока нет настоящих холодов, то скорый дефицит дал бы себя остро почувствовать. Конечно, три автобуса не лишит всех проблем. В планах и далее пополнять автопарк. Пока же уже на практике будет определена практичность приобретения. Дизельная техника должна стать более экономным вариантом.